Мелисса. Лимонная мята для женской красоты и жизненных сил. Вряд ли найдется кто-то, кто не слышал о пользе мелисы. Лимонную мяту активно используют при производстве чая, но это приноароматическое растение обладает и массой других полезных свойств, обусловленных ее составом. Надземная часть богата эфирными маслами, различными кислотами, флавоноидами, дубильными веществами, кумаринами, стеринами, витаминами СА-группов, минералами, молебденом, медью, марганцем, цинком, селеном, хромом, ванадием, никелем и другие. Мелисса обладает не только антиоксидантным действием, помогающим продлить молодость и красоту, но и иммуномодулирующим, антигистаминным и антимикробным. Ее применяют для усиления лактации в качестве противорвотного при токсикозе у беременных, при нарушениях менструального цикла и климактерических расстройствах, сопровождающихся повышенной нервозностью, бессонницей, тревожностью. Трава лимонной мяты может помочь в терапии сахарного диабета и ожирения. Вот рецепты приготовления. При мигрении, головной боли и нарушениях сна 2 столовой. Ложки. Сырья засыпать в стакан столько что вскипевшей водой и оставить под крышкой на час, после пропустить через фильтр и пить по 125 мл трижды в день перед тем как сесть за стол, при токсикозе 10 граммов сырья засыпать в стакан столько что вскипевшей водой, через 40 минут пропустить через фильтр и принимать по половине стакана трижды в день. Чай с мелиссой. Рецептов чая с мелиссой очень много. Иногда она используется, как компонент входящий в купажированные продукты, иногда как самостоятельный ингредиент. Но все рецепты сводятся к одному, бросить несколько листочков на стакан кипятка или готового напитка. После этого туда можно добавить и мед, и скомпоновать мелиссу с другими травами. Самое лучшее время употребления чая перед сном. Он положительно влияет на нервную систему, помогает справиться с бессонницей. Часто его используют при вегетососудистой дистонии колитых вздутия живота, настойка на водке. Спиртовую настойку готовят как из сухой, так и из свежей травы. На одну ее часть используют 5 частей крепкого спиртного и настаивают в течение 3-4 дней. Принимают ее по 20 капель 3 раза в день. Магические свойства травы. В магии целительстве мелисса ценится своими защитными и очищающими свойствами. Считается, что она может снять порчу, спасти от неудач и семейных ссор. Существует народное поверье, что если вымыть окно настоем мелиссы, то черт в окно не заглянет. То есть все беды и неудачи будут обходить стороной. Часто многие люди носят с собой маленький флакон эфирного масла мелиссы в качестве оберега. Многие магии целители рекомендуют окуривать помещение этой травой, чтобы нейтрализовать отрицательные эмоции и снять раздражение и беспокойство. С эфирным маслом мелиссы хорошо принимать ванны, чтобы улучшить самочувствие и обрести спокойствие. Противопоказания. Мелисса. Противопоказана людям, страдающим пониженным артериальным давлением. Препараты с этим растением нужно с осторожностью принимать при работе с опасными механизмами и водителем автотранспортных средств. В любом виде деятельности, где требуется повышенная концентрация внимания и скорость психической реакции. На этом все, дорогие зрители подписывайтесь, на мой канал.